Добрый день, меня зовут Михаил Кауфман, я директор проекта Голенос в компании Техлаб, которая разрабатывает программное обеспечение для всевозможных хронических патологий и врачей, которые работают с ней. Возможно, кто-то из вас уже сталкивался с нашим программным обеспечением. Сегодня мы делаем программное обеспечение, в том числе и для патологической диагностики в области рака молочной железы, в основном в части логистики, доставки образцов. Сегодня я хотел бы сделать маленький обзор, что современные информационные технологии предлагают врачам в такой области, как патологоанатомия. Должен заметить, что все, наверное, сталкиваются каждый день в своей работе с организацией труда, с тем, что является предметом работы для лабораторной информационной системы. Я бы выделил это как средство организации конвейера. Это не польза для патологоанатома, это, собственно, предмет труда. Это как когда-то, 200 лет назад, наверное, карандаш. Соответственно, в масштабе конкретной лаборатории оно является неизбежным. И это предмет очень такой скрупулезной профессиональной деятельности. Я надеюсь, сегодня будет несколько докладов, посвященных тому, с какими проблемами сталкиваются и как эти проблемы решаются. Специалисты по информационным технологиям и патологоанатомы. Между тем, это далеко не единственное, что предлагает современная технология морфологу. Дело в том, что есть непосредственно оперативная работа, когда вы работаете с образцами, стеклом и пишете заключение. А есть работа, которая связывает между собой отдельные лаборатории. Есть работа, которая связывает целые регионы между собой, как тот пример, который я привел про нас. Есть работа со знаниями, когда информация, которая получена не в одном исследовании, а в многих исследованиях в течение ряда лет, она может дать новую информацию, новую пользу. Соответственно, есть некоторое количество достаточно серьезных систем, которые в большей степени посвящены вопросам хранения, сохранения архива, возможности предоставить этот архив в руки ученому, который делает научную работу. Очень много, последние несколько лет, и чем дальше, тем больше работ идет в области искусственного интеллекта. Действительно, сначала компьютеры учились распознавать буквы. И было уже на этом этапе созданы механизмы, которые сейчас принято называть искусственным интеллектом, которые занимаются распознаванием. Еще пять лет назад говорилось, что в области распознавания образов компьютер никогда не догонит человека. Человек делает распознавание даже в обычных букв печатных, и тех образов, что видит диагност у себя перед глазами, которые непонятны простому смертному, а ему понятны. Вот эти вот моменты распознавания образа человек традиционно считал своими. Однако все-таки компьютерные науки сделали здесь достаточно серьезный рывок и продолжают его каждый календарный год. И работы, которые делаются по распознаванию, например, распознаванию патологии на снимках, это все больше и больше заполняет собой места в периодике, посвященной достижениям IT в медицине. Трудности тут конкретно для патологической анатомии заключаются в том, что чтобы хорошо обучить нейронную сеть, образцов должно быть действительно очень много. Они должны быть размечены, то есть на них четко на понятном компьютеру языку должна быть отмечена норма и ненорма, где находится эта ненорма. И между этими образцами должна быть преемственность. Соответственно, чтобы хорошо толково обучить, нужны сотни тысяч образцов. Появление такого массива, как правило, и есть самая большая трудность в работе создателей искусственного интеллекта для медицины. Лучевая диагностика здесь слегка впереди всех, поскольку они довольно давно уже делают снимки в процессе рутинной работы. И даже если не говорить о разметке, о поиске аномалии, обведении аномалий на этом снимке, а просто о базе снимков, эта база у них огромна и с ней работать удобно. Насколько я понимаю, для патологической анатомии такое количество снимков все-таки пока еще недостижимо. Чтобы эти снимки имели смысл для непосредственной работы, они должны быть гораздо больше, гораздо более весомы. Есть еще класс систем системы поддержки принятия решений. Это наш любимый класс систем. Мы этим очень любим заниматься. Мы делаем ее, но это в основном для клиницистов. И последнее некоторое количество времени мы усердно ищем, чем бы быть полезным диагностом, латилучевым диагностом, морфологом в этом спектре решений. Для клиницистов здесь все гораздо более понятно. Существует очень большое количество источников информации. Они в разной степени приняты, как бы сказать, властями. Минздрав публикует у себя на сайте некие клинические рекомендации. Они становятся от этого применимы. Их можно использовать. Есть некоторое количество источников информации. Весьма авторитетных. НССН Гайдс американский по клинике. Они Минздравом не рекомендованы, потому что гласят много вещей, которые не имеют отношения к нашей российской реальности. Но, тем не менее, есть большое количество источников информации, которые можно бы принять во внимание, когда врач делает какое-то решение, выбирает из множества опций. И надо, чтобы помочь ему, составить длинный список опций. Потому что человеку, естественно, приходит на ум короткий список возможных вариантов, когда он решает какую-то проблему. Соответственно, система поддержки принятия решений предназначена для того, чтобы не дать забыть, не дать упустить из виду возможные альтернативные варианты. Сейчас мы дискутируем, ходим к специалистам, ищем такие варианты. Пока, честно говоря, их не очень много. В основном все это касается поиска авторитетных документов и их индексации. И есть такая благородная миссия управления знаниями. Это, наверное, вот то, что делает КАП. Они создают как результат огромного количества аналитической работы шаблоны протоколов. Эти шаблоны они предлагают использовать окружающим. Это результат аналитической работы большого количества профессионалов. И они неприменимы в лоб у нас. У нас таких библиотек нет. Соответственно, вот еще одно направление работы для информационных технологий. Оно в этом и заключается. Извиняюсь за много букв здесь, но мне их нужно было написать. Поэтому я сейчас хотел бы предложить всем присутствующим и всем отсутствующим тоже присоединиться к инициативе, которую мы затеяли вместе с МИЦ-онкологией имени Петрова. Эта затея заключается в том, чтобы создать библиотеку шаблонов, библиотеку протоколов, описаний для множества локализаций, для множества вариантов исследований, которые производят морфологи на каждодневной основе. В качестве первого пробного выстрела был взят протокол исследования по раку молочной железы. После резекции. Не биоптат, а именно резекционный материал. Мы сделали программный продукт, который предназначен для другого. Это обычная адаптивная анкета, так называемая. И здесь мы находим ему применение. На сайте НИЦ-онкологии есть соответствующий раздел. Любой желающий может получить доступ к этому разделу. Сейчас в этом разделе есть только анкета, протокол исследования по раку молочной железы. Вы можете невозбранно пользоваться этим инструментом. Он, правда, честно скажу, сырой. Нам очень нужны отклики. Мы очень хотим сделать его не сырым. Мы хотим сделать его удобным. Соответственно, в процессе это приводит к чему? Эта анкета, она задает вопросы. По мере того, как вы отвечаете на вопросы, некоторые вопросы меняются. Некоторые исчезают, некоторые появляются. Если было неодевантное лечение, то блок вопросов появляется. Если его не было, в них нет необходимости. Сейчас покажу, как это выглядит. Есть какие-то базовые вопросы. Какой материал пришел? Было ли одевантное, неодевантное? Я боюсь, здесь плохо видно. И по мере продвижения, макроописание, микроописание, эти параметры уточняются. На конце генерируется текст, который вы можете мышкой схватить, скопировать и в свою работу текущую вставить. Мы решили, что это самый простой, примитивный и достаточно удобный инструмент. Если кому-то этот текст покажется удобным, подходящим для той работы, которую он делает, то, пожалуйста, вы его просто копии пасты в свою работу. Редактируйте невозбранное. Мы никоим образом не мешаем в этом вопросе. Соответственно, как получить туда доступ? Доступ. Вот ссылка. По этой ссылке вы заполняете формочку. В этой формочке мы не имеем права даже спросить, как вас зовут. Мы спрашиваем ваш адрес электронной почты и учреждения, чтобы иметь хоть какой-то шанс на обратную связь. Это, к сожалению, мне жаль, что сейчас я не готов признать, что это готово для работы. Это пока что для апробации. Но мы очень надеемся в течение буквально нескольких двух-трех месяцев, ну, лето, конечно, понятно, помешает немножко, но, тем не менее, довести это до продуктивного качества, чтобы заключение было мало корректируемым, чтобы оно было подходящим в текущей работе. И в наши короткие планы входит также адаптация по мере сил, если нам удастся привлечь соответствующих участников, адаптация анкеты для разных уровней медучреждений. Не секрет, что в НИИ-онкологии одни требования к списку освещенных вопросов в документе. Они занимаются наукой, им очень важно иметь впоследствии анализ различных факторов, которые могут оказаться ненужны в диспансере, которым в первую очередь занимаются не наукой, а лечением пациентов. И адаптировать эту анкету, сделать ее короче для тех, кому не нужны эти дополнительные опции, наверное, было бы сильным таким упрощатором. Вот, соответственно, в более средних, что ли, планах приступить к другим локализациям, сделать библиотеку, работающей с биопсиями и с резекционными материалами, привлечь экспертов по нозологиям, чтобы это стало общей работой. Мы, со своей стороны, предоставляем ресурс. Никакой платности в этом процессе не существует. Это такое движение коллективное. Мы надеемся привлечь участников и создать некую консенсусную библиотеку для общего пользования. Соответственно, мы в качестве промежуточного бонуса для себя отлаживаем инструмент и получаем участие в такой достаточно красивой, интересной, как нам кажется, инициативе. Собственно, это все. Благодарю вас, если есть вопросы. Спасибо большое. Может быть, у кого-то возникли вопросы. Пока вопросы зреют, хотелось бы прокомментировать немножечко. Это действительно такая инициатива, которая давно витает в воздухе. У нас нет каких-то стандартов нашей специальности, нет стандартных протоколов для локализации, утвержденных никем вообще в принципе. И на сегодняшний день в нашей работе по стране много творчества. И это приводит к некоторым негативным моментам для того, чтобы сделать попытку стандартизировать исследования, особенно в области онкологической практики. Это очень удобный инструмент, который может быть легко распространен с использованием современных интернет-технологий, цифровых технологий. И может быть в первую очередь помощником патологу в плане того, чтобы не забыть те пункты, которые, может быть, он может упустить в работе с этим материалом, особенно если он работает с ним не очень часто. То есть если в его практике не так часто встречается опухолевая патология. Это с одной стороны. С другой стороны, сейчас мы просим вас принять активное участие в тестировании этого продукта именно для того, чтобы ранжировать поля по значимости, чтобы определить, какие пункты являются облигатными, то есть необходимыми для заполнения, определиться с минимально достаточным количеством этих пунктов, а также определить пункты, которые в ряде случаев не могут быть указаны, либо должны быть факультативными. Может быть, есть вопросы у кого-нибудь все-таки? Да. Здравствуйте. Уточните, пожалуйста, когда мы работаем с этой базой знаний, с системой поддержки принятия решения, мы должны заполнять только текстовые поля, в принципе, для того, чтобы сформировать протокол. А есть ли какая-то база аналогичных снимков, которые бы можно было сравнить, когда мы пишем заключение, что если мы вбили определенные параметры, нам показывается аналогичный снимок, и мы смотрим на стекло, какое под микроскопом, и сравниваем с тем, что мы зафиксировали в системе поддержки принятия решений. Ну, это интересный вариант применения. Например, в ВОЗовских классификаторах, в толстых книжках, в BlueBook, есть вот эти вот изображения. Вы имеете в виду, что BlueBook можно было бы внести в эту систему, и тогда вы выбираете какой-то код, и тогда вам сразу на экране выскакивает из BlueBook это изображение. Ну, как бы, да, примерно так работает система поддержки принятия решений. Она действительно находит релевантные позиции из авторитетных документов, но система поддержки принятия решений, работающая на одном документе, это все-таки, ну, как бы, индекс этого документа, а не система поддержки принятия решений. Поэтому наша, в основном, проблема связана с тем, что мы не можем найти, кроме вот этого вот, этого вот комплекта BlueBook'ов, других источников. Мы еще не сообразили в этом плане. А касательно первой части вопроса, здесь не текстовые поля, здесь выборы, да, поля выбора, вы выбираете из предзаполненных вариантов, система генерирует на основе этого текст на русском языке, с падежами, если нужно, с множественными, единственными и парными числами. Как бы русский язык, ее родной язык, поэтому, ну, просто мы надеемся, что она может дать, как бы, облегчение именно формулировки того, что нужно запихать в Word и заложить в медицинскую систему. Я, наверное, не очень хорошо смог прояснить следующее. А, здесь вроде как должно быть написано четко, да? Мы предлагаем вам заполнить маленькую формочку. В ответ на это вы получите в течение, там, суток-двух адрес для входа, логин, пароль и сможете воспользоваться. Каждый, кто попадет в эту систему, оказывается в своем изолированном пространстве. Он там делает вот эти вот, заполняет эти протоколы и видит впредь, имеет доступ к тем, которые уже заполнил. Чужих там нету, соответственно, у каждого, как бы, свой микроличный кабинет. Так это выглядит. Просы. Дорогие коллеги, здравствуйте. Я хотела не вопрос задать, а прокомментировать. Дело в том, что очень много протоколов, да, в настоящее время, и европейского общества, и по изучению рака, и каповски, на которые вы ссылаетесь. Ну, смысл делать свой отечественный протокол заключается в том, что у нас в отношении молочной железы происходит настоящий хардфолк, да, то есть сейчас анатомическая классификация по IGCC, которая для нас, и прогностическая классификация по IGCC-8, которая для них, они уже с 16-го года как бы разделяются, и у нас будет другое. У нас другая клиническая ситуация, и у нас другое, соответственно, морфологический протокол, да. Поэтому очень актуально, что вы занялись этим именно у нас, потому что мы в скором времени уже не сможем пользоваться напрямую их базами данных. Да, и именно поэтому предлагается… Мы очень зависим от обратной связи, потому что для меня, может быть, китайская грамота – это то, что вы произносите, да, но я абсолютно уверен, что если есть какие-то параметры, которые надо учесть, и если есть мнение профессионала, который его высказывает, мы способны его учесть. Только этим надо заниматься. Да, Илья Ивановна. У меня есть предложение. Я не уверен, что, может быть, я правильно всё помню. Вы упомянули некоторую структурированную отчётность, и если вы, например, закладываете нечто, что может быть добавлено в этот список, вот это табуирование, например, которое используется в институте, вы прибавляете это к списку, например, вы можете продвигать это в вашу базу данных, в ваш банк данных. Если идёт оценка, например, тогда, когда выставляется диагноз, может быть, кликнуть просто, может быть, можно разработать клик, сделать так, что одним кликом можно добавлять это в ваш банк данных просто. Вы можете работать над формой, вы можете моментально получать информацию и иметь дело с гораздо более широким полем случаев. У меня нет никаких, так сказать, заключений, касающихся порядка размещения информации в системе. Вы можете ввести информацию, стереть информацию моментально. Здесь нет никаких связей, линков с конкретным человеком. Там, может быть, несколько, там, может быть, закодированные ссылки на пациента, но это необязательное. Вы абсолютно правы. Было бы очень полезно, если бы мы могли аккумулировать все данные по какому-то случаю конкретному, по крайней мере, если бы могли дать ответ по каждому случаю, который мы собираем. Но мы не можем требовать от всех участвующих выставлять свои заключения, представлять в системе их. Первое название в протоколе, как бы это сказать, попытаться определить уровень детализации, удобный для нашей работы. Это наша первая цель. Если мы можем разработать эту систему, привлечь участников, которые скажут, да, это полезно, тогда мы можем использовать это. И мы можем, наверное, сможем помочь вам, и мы можем сказать, мы можем дать ответ по каждому случаю, да, тогда мы будем соответствующим образом работать с информацией. Может быть, может быть, мы к этому приблизимся. МСР МЧС. Мне очень приятно, что теперь профессионалы в онкологии тоже разрабатывают эти стандарты, потому что мы у себя несколько лет назад разработали стандартные шаблоны по неопухолевой патологии. Да, тот материал, который у нас был. И в стандарты были вбиты заключения для удобства доктору, который он при наборе всего описания автоматически выберет правильное, грамотное заключение, что очень важно. Вот в этом шаблоне вбиты ли образцы заключительного диагноза с учетом классификации ВОЗ, да, и с учетом каких-то… Значит, структура заключения будет такая, там будет сказано в результате, что образец такой… Это, повторюсь, в данный момент мы с вами говорим о рак молочной железы после резекции, да. Соответственно, там будет написана стадия, наличие лечебного патоморфоза, размеры образцов и гистологическая форма. Внести ли диагноз ПМКБ-10 в состав… По ICDO. По ICDO, да. А под ПМКБ-10 я… По ТНМ. По ТНМ, несомненно. То есть можно будет выбрать. Да, это сейчас здесь даже на экране. Я сожалею, что так нечетко видно. А вот здесь был, я видел, кусочек ТНМ-классификации с маркером Y, P обязательно, T, если нашлось. А фон? Это про качественные предопухолевые? Про фон на сегодняшний момент в шаблоне не помню. Помню, что можно указать несколько опухолевых узлов с различными вариантами гистологической формы и три варианта смешанной формы. Когда смешанная просто, какая-то одна присутствует, там меньше 10% употреблялась, по-моему. Можно я тогда прокомментирую? Это не шаблон, который можно редактировать. Если честно, я бы не называла это шаблоном, потому что заключение собирается каждый раз из содержимого полей, которое вы заполнили по определенному принципу. И, безусловно, оно включает все кодификаторы и рубрификаторы, которые на сегодняшний день мы используем. Спасибо большое. Скажите, если мы будем участвовать в этом протоколе, это только через интернет можно будет заполнять, потом копировать, например, пользоваться у себя? Или мы можем как-то интегрировать и перенять это в свой информационный блок, например, учитывая, что вы разработали? В этом моменте следующее, что сначала при помощи сети интернет мы собираем консенсусное мнение. У нас появляется документ, открытый документ для всех желающих пользователей, которым можно воспользоваться, отдать его вашим инженерам, кто занимается автоматизацией, чтобы они, например, имплементировали этот комплект протоколов у вас. Это разное. Да, вот если можно, это будет рассмотреть, потому что когда мы в практике бы использовали, мы бы больше привнесли вам каких-то замечаний и каких-то своих дополнительных комментариев. Потому что одно дело, ты в интернет влез и внес свой случай, чтобы просто проверить, что он там выдаст. И другое дело, это рутинная работа, когда ты каждый день используешь вот этот шаблон. Благодарю вас, я понял. Спасибо.